С детства была мечта войти в цыганский тапор. В деревню моей тёте они приходили, у реки жили и брали у неё молоко. И мы, дети, сеновало наблюдали за всем, за этим, но нам категорически запрещалось туда входить. И всё, вошла. И вот эта первая съёмка, собственно, вот эта мальчика с голодом, потом вот эта вот женщина, которая у телеги, потом выясняется, через несколько лет я уже попадаю в другой тапор, мне рассказывают, что это вдова. Вот, видите? И вот как будто я свою судьбу сняла тогда. Всё это снимается в полном ходу у меня. То есть вот как я вижу в видоискателе, я так снимаю. Сейчас я поражаюсь, конечно, как я тогда снимала. Потому что вот сейчас уже с тем опытом, который занимается в полном и есть, я думаю, боже мой, ну как же я до каждого деталюшечки. Мне обязательно нужно было вешать несколько камер, потому что я понимала. Вот я захожу, допустим, в маленькую хибарку, это, и у меня 35-й начинает работать. Я захожу в большую толпу цыган, у меня опять широку больно. Но когда мне нужно много неба, у меня 28-й, и я ложусь на землю, и я шарахаю так, и я обожала этот свой объектив. Мне нужно было, мне было важно схватить жизнь, и вот чтобы вот эта жизнь, она кричала, как моя душа кричит. Мне очень часто спрашивают, почему цыгане, почему цыгане? Потому что вот цыганская песня, она также, она ведь, она разрывает сердце. Даже вот этот пляс у них, это даже кружение вот этих юбок, они ведь вот это, создают вот этот вихрь чувств. Чем мне и нравилось вот это вот, это простор, это линия горизонта, это чистейшее небо надо мной. Я же в степи родилась. Степь внизу выжженная. И вот они, вот с той печалью внутри, потому что они идут, идут, а дома-то нет. То есть они идут к линии горизонта, а горизонт уходит отверстия. В 79-м году у меня первый цыганский табор с моими вот цыганами я выехала. И в общем вот так вот и пошло, и пошло. То есть я выезжала на запад со своими цыганами. И у меня причем, знаете, в год по нескольких персональных выставок было. Тогда же женщин почти не было. Во всем мире нас было единицы. Я участвовала, знаете, в каких выставках? Тех, которые меня приглашают. Меня приглашают как личность, как фотографа, и устраивают галереи полностью. Вот как вы видели в доме на Щукино, вот точно так же. Сегодня век фотографической жизни, да, ведь мы все сегодня фотографы, почти каждый второй, а может уже каждый первый. Эти фотографии абсолютно находятся в другую сторону. Вот всего того вала, всего того даже, так сказать, интересного, яркого, выдающегося, гламурного, привлекающего интерес. Это отдельно, это отдельно во всех отношениях. Там они не похожи ни на что. Казалось бы, сколько в советское время было таких жанровых фотографий. Но рядом нельзя поставить ни одно. Вот она обладает каким-то неуловимо талантливым даром. Вот делать как будто бы вещи понятные, вместе с тем там есть и тайна, там есть что-то такое, что тебя очень берет за душу. Там есть все, и литература, и жизнь этих людей, и история этих людей, и история нашей страны, и ее истории. Вот очень много, почти каждый фотографий. Я очень любила свою тему. Я никогда не забуду, как цыганка, обыкновенная цыганка, мне говорит, ну вы же художник. То есть вот тогда меня впервые назвали художником. Вот за час, за два работы среди цыганок я вся выдыхаюсь. Я вот как выжатый тюбик. То есть вот этот тюбик отжимается полностью, который в течение года готовится, заполняется, заполняется всякими эмоциями, чувствами, какими-то моими перетрубациями жизненными. Потом, когда я вдруг вижу свои визуальные картинки, я когда начинаю цеплять их, вот как Брессон говорит абсолютно точно, происходит щелчок в сердце. Я понимаю, что вот на этой катушке, что щелкнуло, и я сразу эту катушку отдельно кладу и проявляю очень аккуратно. Проявила, первое, что я делаю, я ищу тот кадр. Или я его поймала, или все, все ушло, рассыпалось. Это же, я даже не знаю, и долями секунды не назовешь ведь. Это какое-то такое мгновение, когда это все складывается, как мозаика, и рассыпается, как мозаика. Когда мы уже знаем, что это рассыпется в одно мгновение, мы дорожим этим мгновением. И мы идем к ней наиболее собранно. Я когда выхожу на съемку, я не ян. У меня Финляндия первая страна, которая мне предложила помнить контракт. И я ему сказала, я не знаю финского языка, я не знаю никакого языка. И вы мне предлагаете при телевидении центральном Хельсинки быть фотографом. Он сказал, Ляля, никаких проблем не должно быть. У вас все будет окей. Вы только должны согласиться, у вас есть это и у вас есть это. Больше вам ничего не надо. Я рада, когда мои цыгане не вызывают у людей отторжения. Я не пыталась чернуху снять там, а именно людей. Именно людей с своими переживаниями, своей теплотой, своей душой, со своими жизненными позициями. Они ведь счастливы в том, что живут в палатке. Я, в общем-то, проехала очень много городов, да, и крупных городов. Но, тем не менее, вот ни на одном городе я не остаюсь, не хочу в стиле. Потому что у каждого человека, видимо, есть написанное им, вот для него написанное вот это вот пергамент. И он по этому пергаменту все равно живет. У каждого свое счастье. Вот, наверное, так. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok